Чёрное озеро Здесь владельцы гаражей и их друзья встречаются, чтобы обсудить свои проблемы, отметить праздники, да и просто ненадолго сбежать от семейной суеты. В конце 80-х годов на всю страну гремел так называемый «казанский феномен». В этом спальном районе Горки было много молодёжно-криминальных группировок. Одна из них – третья коробка. В сферу её интереса входили улицы Зорги, Софиулина, братьев Касимовых. Все местные ребята были знакомы между собой. Учились вместе в школе или училищах. Кто-то в группировке состоял, кто-то просто жил по соседству. Но так или иначе, подростковая дружба сохранилась на много лет. Несовершеннолетние участники третьей коробки крышевали мелких бизнесменов и проституток, охраняли автостоянки, приторговывали наркотиками. В громких преступных разборках третья коробка замечена не была. Все конфликты группировщики старались решать мирным путём. Повзрослев, многие из бывших Третьевских и их друзей стали развивать собственный мелкий бизнес. Под присмотром правоохранительных органов криминальный разгул к началу нового века постепенно сошёл на нет. Тем неожиданнее и страшнее стало громкое преступление 16 апреля 2001 года. Как следовало из протокола, около 13 часов дня в помещении школьного гаража на улице Братьев Касимовых неустановленное лицо произвело два выстрела в голову жителя Казани Талипа Хамедулина. Потерпевший со смертельными огнестрельными ранениями был доставлен в больницу скорой помощи. Шансы на жизнь 32-летнего мужчины были минимальными. Я тогда работал старшим следователем прокуратуры города Казани. Это был апрель 2001 года. Если не ошибаюсь, 16 апреля поступило сообщение о том, что огнестрел имел место на улице Братьев Касимовых в каком-то гараже. Следственная оперативная группа выехала туда, в том числе и я. Осмотрели место происшествия. Сегодня в обеденный перерыв сотрудники милиции оцепили весь 6-й микрорайон. Милиционеры досматривали всех мужчин. Они искали оружие. Буквально за полчаса до начала этой операции на улице Братьев Касимовых неизвестный в упор расстреляли мужчину. Несколько пуль попали ему в голову, но он выжил и дополз до своего дома. Там он обо всем рассказал своему брату, который и вызвал милицию. Сегодня, 16 марта, неустановленные лица подчинили огнестрельные ранения потерпевшему. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следственная оперативная работа. Потерпевший Талиб Хамедули на настоящее время находится в 15-й городской больнице, где медики борются за его жизнь. По словам соседей, сегодня утром его видели с каким-то парнем. Что-либо хорошее или что-то плохое о нем сказать не могут. Что явилось причиной кровавой разборки, предстоит выяснить следствию. Милицию вызвал брат пострадавшего. Он позвонил буквально через несколько минут после выстрелов и сообщил, что его окровавленный родственник смог добраться до дома. Приехали, он там реально лежал, ранение было в глаз. Когда я потом после разговаривал с доктором, Равиль Хашимович Каримов, такой, так сказать, изофотделения мировых хирургий, он сказал, что я вообще с таким огнестрельным ранением, чтобы выжить. То есть пуля прошла в глаз, и там как-то он пролетел, не задев мозг. То есть он не то, что в рубашке, он в каске родился. Талиб Хамедулин детство и юность провел в районе третьей коробки. Местные ребята дружили взахлеб. К обычному детскому товариществу добавился налет криминальной романтики, жизни по понятиям. А это означало всегда поддерживать своих, как у Лермонтова. Там за добро добро и кровь за кровь. Подростки собирались на стадионе, а повзрослев, в школьном гараже, как-то договаривались с администрацией учебного заведения. Даже разъехавшись по разным районам города, парни оставляли там машины. После женитьбы Талиб Хамедулин переехал на другой конец Казани, но часто приезжал в отчий дом. В родительской квартире жил брат Талипа с семьей. В подвале по соседству располагался спортивный клуб «Антей», куда уже много лет ходили ребята со всей округи. Вот и 16 апреля Талиб приехал навестить родственников, пообедал с ними, а затем пошел в спортклуб на тренировку. Из показаний брата, буквально через 10 минут после его ухода, раздался сильный стук в дверь. Я открыл, и в это время в прихожую ввалился Талиб. Левый его глаз был окровавлен, по голове и лицу теплокровь. Талиб все время говорил, что ничего не видит и его тошнит. Состояние брата ухудшалось, а скорая все не приезжала. Я снова позвонил по 03. Вскоре приехали сотрудники милиции, следом бригада скорой помощи. В больнице врачи диагностировали у пострадавшего ранение головы с повреждением головного мозга и глазного яблока. Повреждение шейных позвонков. Одна из пуль застряла в шее. Выстрелы были сделаны практически в упор. Шансы спасти человека с такими травмами были ничтожными. В это время в гараже уже работала оперативно-следственная группа инструктор с разыскной собакой. Само помещение было обычным. Гаражный бокс 3 на 5 метров, инструменты, запчасти. Здесь же стоял шкаф с тарелками и ложками-вилками. Была вешалка для одежды и даже висела боксерская груша. На дверной ручке гаража были следы крови. Бурая лужа растекалась на полу. В гараже были обнаружены следы от пули в стене и деформированные пули. Две стеклянные бутылки из-под пива, одна бутылка из-под водки. Здесь же оперативники нашли обрывки от пачек сигарет, кухонный ножик, весы, одну стопку, регистрационные номера на машину. Криминалисты искали на вещах отпечатки пальцев. Папиллярные линии обнаружили на рюмке, на бутылке из-под пива и водке, на кульке из сигаретной пачки, на государственных номерных знаках. Найденные гильзы были от патронов Браунинг, но специалисты считали, что скорее всего стреляли из атипичного, то есть переделанного из газового пистолета оружия. Сам ствол не нашли. Потерпевший сообщил о том, что в него стрелял человек, который был с Рагимом. Рагим – это Рагимшин Альберт, это его знакомый. У нас информация была с заказчиком, просто у нас была информация. То есть, ну, смысл-то его было задерживать, если он ничего не мог сказать. Ну, мы предвидеть ему ничего не могли. Вообще, если говорить про Рагимшина, это был такой человек, даже вот взять его характеристику короче, как его. Вот, то есть, допустим, происходят сборы ихнего ОПГ, он на сборы идет там с лукошком, грубо говоря, и там в камуфлированной форме одежды. То есть, милиция начинает задерживать, он идет, я тут грибы собираю, у них там весь день, ну, рядом лес был, все. Еще что-то такое, идет драка, короче, ну, идут на драку, да, это опять же характеристика его, это как, он там уж нигде не был засвечен, он идет на драку с лопатой. Если что, я тут, грубо говоря, что-то закапывал, я тут что-то ходил, все. И вечно сквозь кордон милициям всегда проходил. Из показаний Альберта Рагимшина. Когда мы вошли внутрь, я заметил стоящего в глубине гаража, недалеко от моего автомобиля, незнакомого мужчину в возрасте около 35 лет. Я видел, как Талиб подошел к этому парню, но они не обменялись рукопожатиями, после чего они отправились в подсобку. В ходе предварительного следствия он неоднократно менял показания, придумал различные версии, придумал о том, что там в гараже был незнакомец, который выстрелил в Хамид Дулина. Я сидел в это время в машине, ничего не видел, потом выскочил этот незнакомец, навел на меня пистолет и сказал, если пикнешь, если что-то расскажешь, я тебя самого убью. То есть, постоянно менял свои показания. В такой ситуации растеряется даже самый смелый человек. Рагимшин объяснил, что он кинулся в подсобку и увидел лежащего в крови Талипа Хамидулина. Он не подавал признаков жизни. Рагимшин, не зная, что делать, поехал домой, но потом решил вернуться, чтобы помочь другу. Когда он вновь оказался возле гаража, там уже работали сотрудники милиции. Рагимшин, он вообще ходил на измене весь. То есть, мы же отрабатывали всех, хотя мы уже знали, что это он заказчик. Но я говорю, мы еще предъявительно было нечего, мы всех отрабатывали, со всеми разговаривали. Рагимшин же, он как вообще заявил, я в этот день приходил туда, в гараж, я поставил машину, каблук, по-моему, у меня была машина. Машину я каблук поставил, поговорил с Талипом и потом ушел. Он там был с каким-то парнем. Типа, я не знаю, я в него не стрелял, ничего не сделал, никого не знаю, все. Последний, кто видел его в живую. Следственно-оперативная группа начала поиск таинственного киллера. По подозрению, было задержано несколько человек из ближайшего окружения Хамедулина. Но похожего на незнакомца из гаража среди них не было. Телефонное соединение посмотрели, всех местных сразу отсекли, посмотрели, он связывался с человеком, телефон был зарегистрирован в детском районе. То Ленинградском, я не помню, в авиациональном районе, в соцгорте было зарегистрировано телефоном. Подняли, значит, там есть предполагать, молодой человек такого же возраста. Ту же запрос в военкомате, служили вместе. Был задержан киллер, который написал явку с повинной. Им устроили очную ставку. Выяснилось, что стрелок, Альшат Шамсудинов и Альберт Рагимшин вместе служили в армии. Альберт Рагимшин увлекался хоккеем, атлетической гимнастикой, айкидо. После службы в армии он окончил автотранспортный техникум, но постоянно нигде не работал. Занялся коммерцией, женился, в молодой семье родился ребенок. Денег, как водится, не хватало, и тут с просьбой о содействии к нему обратился друг детства, Талиб Хамедуллин. Возникла необходимость у Хамедулина приобрести квартиру в этом микрорайоне. А он сам снимал квартиру вместе с женой в авиастроительном районе, в соцгороде. И вот увидел в объявлении в газете «Из рук в руки» о том, что продается квартира в доме номер 56 за 8600 долларов. Он вспомнил о том, что в этом же доме у него проживает вот как раз его знакомый Рагимшин Альберт. Он решил позвонить ему и попросил его узнать, сколько стоит квартира без услуг риэлторского агентства. Напрямую у хозяина квартиры. Хамедуллин вместе с супругой и Рагимшином пришли смотреть квартиру. Выяснилось, что с продавцом Алексеем Талиб уже знаком с детства, вместе играли в футбол. Квартира была запущенной и не убранной. Хозяин просил за свою недвижимость в 8 тысяч долларов с авансом в 4 тысячи. Хамедулины попросили время на раздумья. К тому же на квартиру уже был другой покупатель, и маклер готовил документы для сделки. Ну они посмотрели, квартира в общем-то им понравилась, но требовала значительных материальных вложений, поскольку требовала ремонта. Они когда вышли из квартиры, Хамедуллин вот эту свою мысль вслух высказал Рагимшину о том, что да, хорошо было бы приобрести эту квартиру, но гораздо дешевле за 7 с половиной тысяч долларов. Услышав это, Рагимшин замыслил, так скажем, недоброе, решил завладеть деньгами своего приятеля и задумал план. Через день Рагимшин позвонил Хамедулину и сказал, что хозяин квартиры согласен снизить цену до 7 тысяч 500 долларов. Но за это просит аванс побольше, 4 тысячи 500 долларов. Хамедулин на эти условия согласился. И как оказалось, сам себе оплатил заказное убийство. Рагимшин дальше продолжает свой коварный план. Он решил завладеть этим деньгами. Для этого он вызывает своего знакомого, Шамсуддинова, и говорит, слушай, необходимо устранить одного человека. Я тебе его покажу. Они договорились, что они придут с ним в гараж. Он приведет с собой человека и скажет ему условную фразу. Где та запчасть? И тогда они зайдут и произойдет как по нотам, все разыграно будет. Когда мы задержали, значит, Ильшат, он дал признательные показания. Убийство совершил он. Ему в качестве награды был обещан автомобиль АК. Ну, что вы смеетесь, по тем временам, наверное, АК, наверное, был предел мечтаний. Хамедулин, не подозревая подвоха, в раздевалке спортклуба передал Рагимшину сумму залога купюрами по 100 долларов. Не потребовал никаких расписок. Кто же попросит гарантии у близких людей? Получив от Хамедулина эти деньги, он звонит снова Хамедулину и говорит, послушай, не получилось ничего там с этой продажей. Он что-то отказался от этой сделки. А деньги я тебе сейчас вернуть не могу, они находятся в другом месте, давай попозже я тебе отдам. Он говорит, хорошо. Я пришел домой к родителям, там была только жена брата, она попросила сходить в магазин. На улице я встретил Альберта Рагимшина. Мы с ним дружили с детства, вместе ходили на тренировки в спортзал Антей, который находится в подвале того же дома, где живет Альберт. Он спросил, пойду ли я сегодня в спортзал. Ближе к часу я собрался в спортзал, взял форму и банные принадлежности. У меня опять встретился Альберт. Он, по-моему, уже был спортивным трико, в руках у него ничего не было. Он попросил меня сходить с ним в гараж, сказал, что у него сломалась машина и он хочет посоветоваться по поводу испорченной запчасти. Я предложил ему заняться этим после тренировки, но Альберт сказал, что это дело 5 минут и там уже работает парень. Я согласился пойти с ним в гараж. Гараж давно стал для местных своеобразным домом дружбы, клубом. Порой здесь собиралось до 10 человек. Парни общались, играли в нарды, помогали друг другу ремонтировать автомобили. В гараже талиб мог ожидать чего угодно, но только не пулю в упор под присмотром друга детства. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok И все же у меня начало видеть помутнение, что-то такое И киллер подошел, взял пульс у него потрогал Говорит, все, готов Рука отпустила, у меня рука упала, они вышли и ушли Слышал, как хлопнула дверь Встал, взял свои вещи там, которые у него были Он потому что собирался в спортивный зал, мочалка, мыло и так далее И побежал к своему брату, который проживал здесь же рядом, в соседнем доме Такая же пыталась съемочная группа, то ли НТВ, то ли какого-то канала другого федерального Пытались снять эту историю, но отказался идти на контакт потерпевший И поэтому они, по-моему, не снимали По их просьбе я звонил, по-моему, кому-то, то ли брату Хамедулин, то ли самому Хамедулин Они сказали, нет, нет, мы ничего не хотим, прошло столько лет, не хотим вспоминать ничего Эту историю Если уж так опять не на камеру говорить У них с Дожгинским был конфликт с проституткой Вообще То есть у Тритовских с Дожгинским был конфликт Там, короче, постреляли друг друга Кого-то кто-то там ранился, кого-то еще что-то случилось И вот после этого случая, это как его То ли на адвокатов, то ли на это, как я сейчас не помню, то ли кого-то купить хотели они Они собирали деньги Собрали там то ли 50 тысяч, то ли 60 тысяч Ну, по тем временам, наверное, большая сумма, наверное, была, я так думаю Смысл-то в чем был? Понимаете, деньги собрали Деньги должны были отдать Талибу Талиб якобы деньги забрал, и после этого кто-то зашел, его и застрелил Смысл-то был такой Ну, убийство совершено с целью ограбления Смысл-то вот в этом был Следствие собрало достаточно улик Явка с повинной киллера и следы железа на ткани карманов его куртки Судебно-медицинские, баллистические и другие экспертизы Следственные эксперименты Помогли расставить все точки над «и» Но самым главным свидетельством стали показания чудом выжившего Хамедулина В Верховном суде Татарстана начался процесс В сентябре 2011 года был провозглашен приговор Заказчик убийства Альберт Рагимшин получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества Исполнитель Эльшат Шамсуддинов 13 лет Но главной в этом деле была другая цифра 4500 долларов Такой оказалась цена дружбы Пока Хамедулин был между жизнью и смертью Рагимшин демонстративно доказывал общим знакомым, что вернул эти деньги А Хамедулин, напротив, долго не рассказывал следователю, что Рагимшин должен ему большую сумму Он до последнего надеялся, что верному другу цены нет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова